В эфире канал Нью-Рашворд, с вами я, Юрий Гемельфард, и сегодня у нас в гостях из Майами капитан перворанга ВМС США Гарри Юрий Табах. Привет, Юрий. Шалом, Израиль! Спасхи вас! Хрумкайте мацу! Понятно. Красти яйца. Ну, нет, в Израиле красить яйца – это естественно. Как там у Юза Олешковского все красят яйца в желтый и зеленый? Но перефразируя, я могу сказать – теперь я крашу только в желто-блокитный цвет. Помните, что не человек красит яйца, а яйца красит человека. Истину глаголишь. Но, Юр, у меня серьезные достаточно вопросы к тебе как к специалисту. Поскольку ты долго был и на дипломатической работе, и работал в структурах НАТО, поэтому вопрос-то серьезный. На самом деле, дело в том, что сегодня пришла информация о том, что, как заявил генерал-лейтенант Кириллов, начальник войск радиационно-химической и биологической защиты, по его словам, США готовят провокацию с применением оружия массового поражения на территории Украины с целью дискредитации вооруженных сил России. И это делается, по его словам, для того, чтобы в соответствии с так называемым сирийским сценарием подвергнуть Россию экономической и политической изоляции, а также исключить из международных организаций, включая Совбез ООН. Так вот, Юр, не кажется ли тебе, что здесь как раз именно со стороны России готовится тактический ядерный удар по территории Украины, потому что США, это в Кремле не понимают, что там другая политическая система, там такое невозможно. И тем более для дискредитации. Вот хотелось бы, чтобы ты это прокомментировал. Ну, давай сначала разложим логично. Почему Америка хочет это сделать сейчас, когда явно Украина им дает под задницу и гонит, и давит их, и гонит эту мразь со своей территории? Зачем Америке это делать сейчас в этот момент? Если бы, допустим, Украина проигрывала или еще что-то, хотя даже когда она проигрывала, Америка была готова, что за 72 часа Украину, значит, российские войска возьмут, президент Байден уже объявил тогда, что никаких наших войск на территории Украины не будет, что это вообще снимается с повестки дня, хотя никогда в истории американской мы не снимали с повестки дня наше вторжение в любую страну, в любую планету. Для этого у нас авианосцы, для этого у нас моя родная морская пехота, чтобы это мы ударили первыми и туда вошли, в любую страну. А он уже, он освободил, он сказал, мы не вмешиваться не будем, за 72 часа, все нормально, посла нет, посольство увели, если это не массивное внедрение или захват, а такое, все на том, что это обидно. Так чего же сейчас, когда все смотрят на Украину, когда она без какой-либо помощи, ну минимальной, мизерной помощи, уже два месяца, ну вот час началось, это пускать, уже убиваться некуда, видно, что они своей кровью, своей все, гонят эту мразь со своей земли, давят, убивают их, штабелями кладут. И вдруг Америка в этот момент говорит, а мы сейчас еще ядерным оружием ударим по Украине, чтобы спровоцировать еще что-то. Зачем? Смысл этого? А я больше того тебе скажу, если так, зачем тогда 30 лет назад Россию принимали в Совбез ООН? Как говорится, тогда можно было взять Россию одной автоколонны с гуманитарной помощью в сопровождении двух хаммеров. В начале и в конце колонны. Все. Зачем оставили ядерное оружие? Еще вводили, чтобы модернизировалось в 91-е, я же участвовал в этом, охрану их ядерного оружия. Утелевизировали, делали новое, за все за американский счет. Зачем мы вообще Россию тогда, в 91-м году оставили? Думали, что цивилизованная страна, все, у нас нету теперь никаких политических разногласий. Эти капиталисты, мы капиталисты, они осознали. Ельцин извинялся в ООН, в нашем Конгрессе, извинялся за коммунистическую партию. Елки-палки, нахрен мы ее тогда оставили? Вот сейчас ее оставлять нельзя. Потому что мы видим, что они будут все время нас шантажировать ядерным, химическим, биологическим оружием. Они все время будут налетать, они все время будут огрызаться. Все, сами себя загнали в угол и хотят, чтобы мы их оставили в живых. Нет, уже теперь в живых оставлять нельзя. Теперь эту крысу надо добивать. Да, я согласен с тобой полностью. Смотри, что в Израиле сегодня творится. Смотри, что и в Иране творится. Это все, что они делают. Кого они поддерживают? Все террористов они поддерживают. И сами действуют как террористы. Сегодня обстреляли Одессу. Жилой квартал. Сейчас, говорит, человек уже там есть погибшие гражданские люди. По кому они шмаляют там? Вот зря вы в Одессу вышли на злые, зря сунулись. Это точно. Но и в Израиле они зря сунулись. Вот ты Израиль упомянул. Так вот, пожалуйста, тут в Израиле. В 21 апреля, в так называемый чистый четверг. Если что, пришла совершенно замечательная новость. Замечательная, конечно, в кавычках. Это то, что наша грустная лошадь Лавров пообещал Хамасу палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом, ты понимаешь, встречается с отборной маразью. Которая признана везде террористической организацией. Это даже не организация освобождения Палестины. Это отбитые на башку бандиты. Конченые бандюганы. Да, не отморозки. А кто ты думаешь, что у них воюет? Отморозки? Да. Кто ты думаешь, этот подметальщиков, дворников? Как его там? Генерал дворников. Мусорщиков, да. Друзья, я напоминаю. Генерал дворников. Это не командир бригады тех, кто подметает. Это фамилия такая. Ну, бывает, бывает. Да мусор он. Генерал он такой, кто может давить, кровью брать. То, что это последок Суворова-Жукова. Рокоссовским там, в общем, не пахнет. Короче, что я тебе хочу сказать. Конечно же, в этой ситуации Украина и Израиль, они побратимы, как говорится. Соседи ужасные. Попагать никто не хочет. Только так вот словесно, да, конечно, все. А где нет? Ну, теперь дальше давай подумаем. А почему это сказано про Соединенные Штаты Америки? Вот почему этот генерал по химической, радиационной и биологической обороне, командир, сказал такую вещь. Почему про Америку? Что вдруг Америка? Ну, поставим, обещаем поставить там гаубицы. А так там дживелины, стингеры, все пока что по старому часу. Когда Лен Лиз, может быть, уже наконец-то Конгресс вернулся. Тянет Байден, тянет. Хотя президентским указом мог все это сделать сразу, как только Сенат проголосовал, даже до этого. Ну, неважно. Понятно, что тянет. Подыгрывает Путину. Все сделал. Открыл ему проход. Убрал посольство. Не дал посла. Снял санкции Северного потока. Все-все-все проделал. Сказал, что вмешиваться мы не будем. Семьдесят два часа объявил, что Украина устоит. Ну, теперь уже и наш народ весь здесь взбутовался. И Конгресс, как и в Германии. И Сенат сейчас. И все равно полоси сидит, не пропускает Лен Лиз. Эти же полизы. Лен Лизы. Смотри, как я уже стихами начал говорить. И не пропускает, да, сидя. Так почему же это Америка, а не Великобритания? У которой тоже есть ядерное оружие. Почему не Франция, у которой тоже есть ядерное оружие? Нет, но и Франция сейчас дает уже, объявила, что даст тяжелую технику, тяжелое оружие. А Британия уже давно объявила, что даст и дает тяжелое. Вот почему украинцы стали, могут теперь перейти в контратаки. Пока в контрнаступление они не могут, но в контратаке, потому что уже есть тяжелое оружие. Уже есть гаубицы, уже есть те локаторы, которые сразу видят, откуда по ним пыльнули. И они сразу туда направляют снаряды, гасят российскую артиллерию. Почему же тогда угроза ядерная, почему это Джонсон сказал, а у меня тоже есть ядерное оружие. Если вы примените, я применю и не буду советоваться с НАТО и ни с кем. Кстати, я так обращаюсь к тем, Юр, которые говорят, что Трамп бы вообще слил Украину, если бы принял, было бы еще хуже. Так вот, Джонсон не только похож внешне на Трампа, они единомышленники. Они единомышленники. Поэтому я уверен, что Трамп бы сказал то же самое, как он сказал севернокорейцам. У меня, сука, кнопка больше, чем у тебя, придурок. А эти сидят, наши демократы сейчас сидят. Так почему угрожают им? Говорят, что Америка будет провокацию делать, а не Великобритания. Великобритания намного более активная сейчас в помощи Украине, всем оружием, чем она может. Да, и Польша, почему по Польше они не угрожают? Почему Америка? А тогда у меня вопрос, означает ли это, что действительно Путин решил замутить применение тактического ядерного оружия в Украине? Не удивлюсь, он проигрывает. А какой у него выход? Он проигрывает. А другой выход есть, что мы сдаемся, сдаем Украину, как мы ее сдали сразу. И он не угрожает никаким ядерным оружием. Потом он приходит и говорит, а Аляска же тоже все-таки Россия. А иначе я применю ядерное оружие. Так не это логично. Это же будет без конца. Польша, Балтийские страны, само понятно, ему нужен проход к Ленинграду. Сейчас изолировано же все, санкции. Поэтому это никогда остается. Вот нас или сдаться ему, пусть он делает, что он хочет, убивает, как Гитлер, сколько хочет евреев. Иначе же он начнет войну. Или сказать ему, давай, нажми на кнопку. Вот я считаю, что бы Трамп сделал. Опять, я фантазирую. Это мои фантазии. Я не знаю, что бы он сделал. Но подай пофантазировать, чтобы тебе сделать приятно. Я знаю. Он бы ему сказал, слушай, ты придурок ГКБшный. Ты понимаешь, что у меня есть спутники. Ты понимаешь, что у меня есть лазерное оружие. Ты понимаешь, что у израильтян оно есть. Ты понимаешь, что мы сшибем. Ты не успеешь открыть свою эту пасть ядерную, как мы тебя раздавим. Так что заткнись и вали обратно. Хотя при Трампе, я думаю, этого бы вообще ничего не было. Он бы не сунулся в Украину. Молчал бы, как и молчал. И цены на нефть бы не поднялись. Но даже если бы это было. Вот как с ним надо разговаривать. Вот как с этими КГБшниками, с этими мразями надо разговаривать. Мы тебя самого раздавим. До того, как ты еще сунешься сюда. У нас самая большая армия. Но после нашего Афганистана, после всего этого, после всего, что он сказал. Конечно, Путин воспряг то, что ему еще и говорили. Что Украина там тебя примет. Что все, что там этот президентишка, этот еврейчик струсит и сразу убежит. И Байден ему сразу же принимал. Так почему же они угрожают все-таки Соединенным Штатам Америки? Почему у Путина его претензии к Соединенным Штатам Америки? Одни к Великобритании, не к Турции, которая перекрыла Босфор, Дарданелл, которая дает смерти. Почему украинцы в первую очередь смогли отбить русский нахраб? Из-за того, что Турция дала Байрактары. Почему на Турцию нету наезда? Почему на Соединенные Штаты Америки? Ты никогда не подумал? Ни на Польшу, ни на Великобританию, ни на Турцию. А я тебе отвечу, почему. Потому что Путин именно с США борется за мировое господство. Он хочет, чтобы США и Западная Европа были у него в ресторанных халдеях. И, пользуясь законами США, Великобритании, Франции, они могли... Его олигархат мог там куролесить. А он мог куролесить по всему миру. Вот его цель. Он окончательно уже кухунзерами поехал. Глобально. Но у меня еще есть теория более... Чего летал туда Бернс, наш глава ЦРУ, постоянно наш к нему. Что они все время с ним советовались. Они договаривались. И договорились, что посольство уводим, санкции снимаем с Северного потока, нефть повышают, у тебя деньги. Объявляем, что мы вмешиваться не будем. Военную помощь Украине урезаем в три раза. Они все это проделали. Послание посылаем. Посольство убираем даже из Киева. И еще так вот сейчас Байден обращался к нашей нации по поводу Украины два дня тому назад. И он сказал такую вещь. Украина, мы никогда не позволим. И Украина никогда не даст России оккупировать всю Украину. Всю Украину, он сказал. Не Украину, а всю Украину. Значит, часть Украины он согласен. Я думаю, что они договорились, что в течение 72 часов Россия берет Киев, сменяет власть. Все нормально. Соединенные Штаты Америки не вмешиваются. Никто не вмешивается. Потом они ведут там какую-нибудь партизанскую войну. Понятно, американцы играют эту роль, что мы за демократию. Бла-бла-бла. И все. И заканчивается все это. И опять Северный поток открывается. Германия с ним. И все как было, так и есть. Нахрен кому эта Украина сдалась. Сразу же он предлагает до войны еще. Поэтому, когда он объявляет, что будет война, будет война. Ничего не делается. Ни санкции, ни оружия не посылается. Единственное, что предлагают президенту Зеленскому. Убежище в Соединенных Штатах Америки. Еще до войны. За пару дней. Зеленский посылает нахрен. Потом, когда видит, что Украина дает отпор. В течение 72 часов. Они не взяли. Ему еще раз предлагается покинуть. Понимаешь? А он их опять посылает за русским кораблем Байдена. И тут начинается, что Украину за 72, за 92, за неделю, за две взять не могут. Все. Потери огромные. Атаки захлебнулись. Что делать? Народ в Америке требует, чтобы больше 70% американцев требуют. Вроде у нас везде украинские флаги висят. Демонстрации. Требует помощь Украине дать. Байден сидит. Говорит, что дает. Что миллиарды, миллионы дает. Вот 800 миллионов дал. Это три дня войны. Народ требует. Сенат уже проголосовал за ленд-лист. То есть борьбу с фашизмом. Все для победы над фашизмом. Или в сегодняшний день рашизмом. Последний раз это было сделано для борьбы с фашизмом. Но он не подписывает. Тянет. И тут Россия выдает ноту протеста. Что Америка не должна помогать тяжелым оружием Украине. Почему? Почему не Германия, почему не Британия, почему не Турция, почему не Польша, почему Соединенные Штаты Америки? Потому что они договорились. Договорились, а теперь ему Путин говорит, слушай, мы же договорились, а ты им тяжелое оружие теперь хочешь поставить. То есть они начнут нас гнать и давить. А Байден, наверное, сидит и говорит, подожди, дружище, ну мы договорились, что вы в течение 72 часов возьмете, а вы не взяли. А я же не царь. Пока что я не могу. Да, я там захватил власть, но не могу управлять. Все равно есть Конгресс, все равно есть Сенат, все равно у нас есть Штаты, все равно есть Десантес, Рубио, все равно вот эти уроды республиканские есть, которые мне говорят, давай оружие, давай оружие, а ты уже второй месяц воюешь и ничего сделать не можешь. Вот почему они прислали ноту протеста сначала, что Америка дает тяжелое оружие Украине, а остальным нет, только Америке. И вот почему они говорят, что это Америка спровоцирует ядерную атаку, потому что Америка молчит и Америка бесхребетная, потому что у нас в Белом доме вот этот рак сидит, который действует против Украины. Они теперь запустили вторую машину, вторую машину, что не надо помогать Украине, потому что там коррупция, гуманитарная помощь, которая идет туда, она разворовывается. Это запускается через СНН, там выступает какой-то отставной полковник, как и я, по-моему, медик, какой-то отставной он там обучает, не государственной организацией, он государственной никакого, как и я, отношения не имеет. Обучает, по-моему, военной медицине у Львова где-то. И он говорит, ну да, для американца, для него это шок, что прислали 10 аптечек, а до него дошло 8. И для него это, конечно, коррупция неимоверных размеров, это же американец. И он говорит, ну да, есть, конечно, тут разворовывается что-то, по-моему. Это сразу же подхватывается нашим любимым швейцарам, старшим, старшой швейцар такой есть у нас, бывший КГБ, подхватывается им. Он начинает разносить, что это уже на медицину воруется, разворовывается, гуманитарка разворовывается, власть ничего по этому поводу не делает, вы такие, как я, не участвуйте в этом. И поэтому Байден правильно делает, что не дает тяжелое оружие. Как он не давал, как он не принимал Украину в НАТО, потому что там коррупция. Вот теперь не надо тяжелое оружие давать, потому что коррупция разворуется, попадет в какие-то чужие руки. Из СНН это выходит. Почему сейчас это вышло? Что, коррупция только вчера в Украине началась? Почему это сейчас? Потому что нужно, сейчас придет Конгресс и ему заставят давать тяжелое оружие в Украине. Так вот они говорят, не надо, коррупция будет. Это подхватывает Гордон, Дмитрий, и миллионы людей это слушают. И вот это вот такая команда у них. Потом он говорит, что надо поставить, я сейчас забыл, кого имя, чтобы он наблюдал, чтобы не было коррупции, воровства на границе. Границы Украины, какого-то бывшего КГБшника, забыл его, как его зовут. Он тоже выдвигался в президенты. Личко, Личко, как-то так, забыл. И он, конечно, будет следить. Коррупцию он остановит в Украине. Ну, конечно же, все это есть. Но вы мне покажите, где эта гуманитарная помощь продается, в каких магазинах, на каких рынках. У вас должно быть видео, какие-то фотографии, какие-то доказательства. Вот я занимаюсь этим. Вот у меня от них майка. Мы складываем аптечки, складываем медицину, все, везем это в чемоданах, раздаем людям, бронежилеты делаем, разными вещами, машины посылаем. И я еще ни разу, конечно же, есть. Наверняка есть это там все, как в любой войне. Есть кому война, кому мать родна. Но это не значит, что нельзя давать. Мой сын прилетел туда со всей своей командой и сделал документальный фильм, как они собрали деньги. Они собрали на 800, на 80 миллионов евро гуманитарной помощи привезли. И машины, и скорые помощи, и все остальное. Все перешло в правильные руки, ничего не пропало. Но вот у меня есть документация в том, в чем я лично участвовал. Вот Швец, Швец, наш, Швецер наш. Пусть покажет документацию, где это воруется. Что? Нет, ничего. Юр, тогда вопрос вот какой. Мы немножко отклонились от темы. Хотелось бы выяснить еще одну деталь. Дело в том, что на сегодняшний день стало известно, что парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО. 121 голос за, 12 голосов против. Так вот, в этой ситуации вопрос. Декларативно уже Йенс Столкенберг заявил, что да, действительно, если Швеция и Финляндия изъявят желание в НАТО, решение будет, эта заявка будет утверждена в течение 24 часов. На практике это как быстро, как долго это будет теперь проходить? Не долго. Они голосуют, ну, в НАТО они голосуют по-другому. Они говорят и говорят, кто против. Никто за, кто против. Потому что если кто за, некоторые не поднимут руки. И тогда это начинается разборки там. Поэтому там чуть-чуть по-другому работает. Они говорят, кто против. Никто против, не поднимет руки, чтобы Финляндия и Швеция вошли в состав НАТО, потому что нет причин. Они должны показать причины. Коррупция в Финляндии, что она там больше, чем в Румынии или в Болгарии, там в Албании. Вот это тоже некоррупционная страна, да. Что? Окей. Поэтому они должны будут принять. У них нет никаких там разборов по границам. Они в своих границах. Пятый параграф срабатывает там. Поэтому их, конечно же, сразу примут. А потому что нет никакой причины не принять. Они должны же дать объяснение, почему они их не хотят принять. Поэтому тот, кто проголосует против, он должен быть дать причину. А какая страна может проголосовать против включения Финляндии и Швеции в состав НАТО? Ну, а тогда это получается, что тогда Путин, часть войск из той же Украины, должен будет оттянуть на охрану 1375 километров с Финляндии. Я напоминаю, тогда будет самая протяженная граница со странами НАТО. Плюс 200 километров до Санкт-Петербурга. Как ты считаешь, оттянет или нет? Ну, говорят, что он уже туда оттянул какие-то войска, на колонну послал. Но я хочу сказать, все эти проблемы можно решить намного легче. Какие можно? До сих пор мы платим за нефть в России 1 миллиард долларов в день. Миллиард долларов в день закупаются нефтью в России. Ну, какая-то часть... Так уже все? Уже все? Как нет? Нет, нет. Как нет? Так нет. Еще закупается нефть российская. Они не могут ни Европа, ни США полностью отказаться от российского газа и нефти. Не могут. Взять, вернуть, опять я знаю, что тебе не понравится. Верните позицию Трампа. Разрешите Америке стать самым большим экспертом нефти и газа. Да, я знаю. Ну, что делать? При нем, как раз, когда мы качали нефть и газ, цена была 25, там, по-моему, долларов за баром. То есть Россия сидела тихо. Она разорялась. Когда пришел Байден? Он запретил это, наложил вето на это. Нефть пошла вверх. Стали закупать это у Ирана, у Венезуэлы и у России. Все, нефть сегодня стоит столько-то. Это то, что кормит Путина. Да что толку, Юра, что толку, что нефть выросла, когда ее перестали закупать? Да пусть она будет хоть 200 долларов за баррель. Что толку? Ее не закупают. Ее закупают, Юра. Закупают. Миллиард долларов в день Россия получает от нефти и газа. В день. Поэтому, как только это перестанет, закупка у него происходить, а будет закупка от нас, от американцев, как раньше это было. Мы будем самыми большими экспортерами этого. То у него перекроется его кислород. Его уберут тогда. Каким-то образом его уберут. Война, нефть упала, денег нет. Его уберут. Россия перестанет быть такой, как она есть, в той форме, в которой она существует. У нее не будет наступательного оружия. Ее лишить ядерного оружия. И тогда НАТО само разойдется и растает. Никто в НАТО вступать не будет. В НАТО вступают, потому что Россия себя так ведет. Поэтому НАТО расширяется. Когда я стал начальником штаба НАТО в Москве, в представительстве, тогда уже НАТО не функционировал. Нам делать нечего было. Я еще подумал, капец в моей карьере. Потому что, ну, нахрен меня сюда прислали. Мы не враги. Нету против кого. Но тут повезло мне. Они напали на Грузию в 2008 году. Я в 2008 году вышел от командира антитеррористического центра НАТО в Турции и стал представителем НАТО в Москве. Вот когда я уже был в Турции, то мы только про терроризм вышли. А уже про Россию нет. Но тут он напал на Грузию. И НАТО сказал, вот второе дыхание открылось. Но подумали, не надо, сильно не надо так. Грузия такой большой роли не играет. Но тут в 2014 году он напал на Украину. И НАТО воспряло. И все стали хотеть быть частью НАТО. Еще тогда Украину и Грузию не приняли в НАТО, чтобы его не раздражать. Помогло? Нет. 2008 год. В НАТО его, в НАТО Украину. Я был тогда в Румынии, когда этот был саммит НАТО. И тогда Украину и Грузию не приняли. Почему? Потому что не надо было его раздражать. А то он расстроится. Ну что, помогло? Не помогло. С крокодилом договариваться нельзя. Понятно. Соглашусь. Юр, спасибо тебе огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, что вы слышали точку зрения капитана первого ранга ВМС США Гарри Юрия Табаха. Но я напоминаю три вещи. Первое. Выводы делать только вам. Второе. Друзья, по ссылкам в описании, помогите Украине. Украине, перечисляйте средства. В частности, перечисляйте средства на спецподразделения КОРТ. Там ссылки даны в описании. Ну и третье. Конечно же. Слава Украине. Героям слава. И не слушайте, что все это разворовывается. Ничего подобного. Это идет туда, куда надо. Да, и, кстати, вот тут я свидетельствую, уже и на уровне НАТО было заявлено, что Украина тратит материальную помощь чрезвычайно эффективно. Это, кстати говоря, цитата. Цитата. Слава Украине. Героям слава. Усе буде Украина. Героям слава.